Привет, я Уильям Дефо, и это мой карьерный путь. На самом деле, я никогда не думал, что хочу стать актером. Я всегда думал, что буду делать что-то другое, и только спустя время я подумал, кажется, я актер, я занимаюсь этим уже довольно долго. Какое-то время я занимался в актерской школе, но быстро бросил. Я читал о людях вроде группы представления, проекте «Манхэттен», «Гротовский» и «Роберте Уилсоне». Так что я отправился в Ихмеку, Нью-Йорк. Какая-то часть меня хотела, чтобы я стал традиционным актером, но я каждый раз возвращался в центр смотреть камерные представления и танцы. Я присоединился к команде «Вустер Группс», которой в итоге провел 27 лет. Это была моя повседневная жизнь. Говори по-английски. Он ранен. На МДБ моим первым фильмом значатся «Врата рая». Но это была очень обычная история. Кто-то сказал, знаешь, они снимают фильм, там сам Майкл Чимина. Охотник на оленей тогда уже вышел, и мне он очень понравился. Они искали этнические лица. Пробы проходили так. Ты читал один монолог на английском, а потом его же на другом языке. У меня был друг, он на слух переписал речь на датский, и все решили, что я знаю датский. Так что, когда я пришел, Чимина попросил меня импровизировать в этой сцене. Он посмотрел и сказал, «Окей, а теперь на датском». А я ему, «Я не говорю по-датски». «Что? Как это не говоришь по-датски?» Я стоял в кадре, и кто-то рассказал мне шутку. Чимина услышал мой смех, повернулся и сказал, «Уильям, выйди». Вот и все. Так меня уволили. Так что я не особо-то считаю «Врата рая» своим первым фильмом. Однако, если присмотреться, вы меня найдете. Я играю хозяина бойцовского петуха. Мой петух дерется с петухом Джеффа Бриджеса. Тебе не кажется, что мне нужно выйти, пока ты это делаешь? Расслабьтесь, мэм. И сделайте радио погромче. Мой по-настоящему первый фильм, в котором у меня существенная роль, — это «Без любви». Получается? С него-то все и началось. Бинго. Кэтрин Бигелов и Монти Матгомери увидели меня в Устер-группе и спросили, хотел бы я сняться в кино. Меня привлекают сильные режиссеры, авторские, те, кому действительно нужно сделать что-то. Рядом с такими людьми хочется быть. Они вдохновляют, они ведут тебя туда, куда сам бы ты не смог попасть. Меня не интересует просто работа. Я хочу помочь художнику сделать то, что он должен. Они за камерой, им нужен кто-то, кто будет их творением. Я краска на холсте, и мне это нравится. Окей, мэм, можете ехать. Взводу понадобилось много времени, чтобы выйти в свет. Оливер Стоун перебрал много актеров. Изначально он просто хотел набрать группу актеров и уже потом решить, кто кого будет играть. Он сказал, да, окей, ты будешь играть в этом фильме. Не знаю, на какой роли, но будешь. Это был интересный подход. Я прибыл на Филиппины на последнем самолете, который пропустили из-за революции в стране. Сидите тихо, фильм отменяется. Мы вытащим вас, как только сможем, говорили нам. Так что 3-4 дня я с еще парой людей, которые тоже прибыли заранее, были на улицах с народом. Это невероятное чувство. Видеть, как происходит революция, по большей части без насилия. После они возобновили съемки, и мы сделали фильм. Сцена смерти из взвода стала культовой. Когда мы снимали ее, я чувствовал себя по-особенному, но это не обязательно означает, что сцена станет культовой. Все элементы сошлись, и я был лишь частью этого. Когда мы говорим об игре, ориентированной на задачи, это звучит, будто бы не так эмоционально, но это очень эмоционально. Мне сказали бежать отсюда досюда. Я знал, что должен буду умереть в какой-то момент. Казалось бы, куда проще. Но когда я вовлекся, я как будто действительно практиковал смерть. Когда я вижу эту сцену, у меня бегут мурашки. Я очень хорошо помню, когда я впервые был номинирован на приз киноакадемии. Я был не в курсе, даже когда они объявляли номинантов. Сиделка моего сына позвонила мне и сказала, «Знаешь что? Тебя номинировали на приз киноакадемии». Можно с тобой? Нет, я двигаюсь быстрее в одиночку. Запомни, мы сближаем Бога и человека. Они никогда не будут вместе, если я не умру. В последнем искушении Христа долго искали Иисуса. Я не имел к этому никакого отношения. В какой-то момент каждый актер, которого я знал, ходил пробоваться на него. Но не я. Мне позвонили во время того, как я преподавал. «Привет, Мартин Скорсезе, хочет с тобой поговорить». «Серьезно?» «Конечно же». Я отправился в Нью-Йорк и сказал, «Конечно, я с удовольствием сделаю это». И он сказал, «Сделаем это». Когда тебя распинают, тебя накрывает поток эмоций, поток ассоциаций. Это очень сильно. Этот фильм сильно повлиял на меня. Когда мы снимали в Марокко, вокруг ничего не было. Современная жизнь казалась бесконечно далекой. Я понятия не имел, что фильм выйдет противоречивый. Его посыл кажется таким чистым. Он исследует что-то, связанное с духовностью. Я не ожидал, что будут такие проблемы. Я думал, это было время, в которое религиозному праву нужен был повод, вокруг которого можно ополчить войска. И этим поводом стал наш фильм. Свершилось. Когда ты говорил с Лувой... Я говорил с ней сегодня днем. Пока тебя не было. «Дикие сердцем» были отличным опытом, потому что эта роль как бы делала сама себя. Когда Дэвид Линч притащил вешалку и сказал, «Уильям, это твой костюм». Вот и все. Еще он добавил, «Нам нужно устроить тебе сеанс у дантиста». Я спросил, зачем. Я прочитал сценарий, там было сказано, что у персонажа плохие зубы. Это показывает, как порой актеры накладывают ограничения сами на себя. Я никогда не думал, что мы будем делать протезы, и когда я вставил их, я не мог нормально закрыть рот. Попробуйте сделать вот так. Вы сразу почувствуете себя похотливой, как будто вы голодны, как будто вы хотите чего-то, и будете докапываться до всех вокруг. Это стало ключом. Прилизанные волосы, акцент, все это сложилось вместе. Персонаж родился из внешнего. Это была хорошая роль. Вот что случилось. Я ждал, пока парень уйдет в припаркованной ниже по улице машине. «Светы из Бундака» была первая режиссерская работа Троя Даффи. Он был простым барменом, который любил кино. Он подумал, я могу сделать фильм лучше, чем то, что я вижу на экранах. Так он написал сценарий. Они прошли через гараж. Парень говорит, что не закрывает его, когда берет свой байк. Бюджет постоянно рос, потом было много проблем с подбором актеров. В итоге проект завернули, им пришлось заново думать, как они все это сделают. Он подошел ко мне в театре, сказал, что посмотрел постановку, которую счел чокнутый. Я не думаю, что он хоть что-то в ней понял, но парень он был хороший. Мне просто понравилось то, что он сам начал с нуля. У него было столько страсти к этому проекту. Да, это была авантюра. Проект очень предсказуемо попал в немилые студии. У него почти не было рекламы. Но вопреки всем бизнес-моделям, фильм стал популярным и даже культовым. Это можно сказать потому, как люди подходят ко мне на улице. Обычно это такие взрослые мужики определенного возраста. Если такой подходит ко мне, я уже знаю, это фанат «Святых из Бундака». Это будет человек, который захочет поговорить о детективе Смэкери. Это был действительно хороший персонаж. «Святые из Бундака» занимают особенное место в моем сердце. Некоторые думают, что фильм дрянной, но те, кто любит его, любят всем сердцем. В день, когда я захочу, чтобы бостонская полиция делала мою работу за меня, у меня будет долбанная бирка на пальце. А теперь достань мне машину спецназа и доставь меня туда. Не думай, что я не могу навредить тебе. Скажи мне, как ты мне навредишь, если даже я сам не знаю, как могу навредить себе. Я получил свою вторую номинацию за «Тень вампира». Я играл вампира, основанного на актере из Носферата. Я мог смотреть фильм и копировать этого парня. С этого все и началось. На наложение грима уходило по три часа каждый день. И столько же, чтобы его снять. Это был полный набор, который полностью преображал меня. Каждый раз, когда такое происходит, ты чувствуешь эту радость от игры, от поиска черт, которые обычно не относятся к тебе. Нельзя ждать вдохновения. Нужно делать что-то, и через действие происходит магия. Заставь его желать смерти. Да. А потом даруй ему его желание. Но как? Искусственный воин атакует не тело и не разум. Скажи мне как! Я очень сильно хотел сняться в «Человеке-пауке», это было непросто. Я помню, как участвовал в съемках в Испании, и они прислали кастинг директора, чтобы снять пробы со мной прямо в моем гостиничном номере. Так роли стало моей, мне пришлось бороться за нее. Мои друзья говорили, серьезно, ты будешь сниматься в мультяшном фильме. Они относились к идее пренебрежительно, а я подумал, «Нет, это будет здорово, это интересно. Фильмы по комиксам были необычными, они казались чем-то новым, и потом там был Сэм Рэйми, он знал и по-настоящему любил этот материал. Это была двойная роль, и мы снимали много сцен с тросами. Все это для меня, настоящее веселье, это как выступать в цирке, когда уже сделают фильм про цирк. Я готов. Разве ты не знаешь, мы со Стебаном всегда считали тебя младшим братом? Я всегда думал о вас двоих, как о моих отцах. Пожалуйста, не разреши никому смеяться надо мной за то, что я так сказал. Я не могу это гарантировать, Клауси, но я постараюсь. В общей сложности я работал с Уэсом Андерсоном четыре раза. «Морская жизнь» была нашей первой совместной работой. Каждый раз все по-разному. Не думайте, что Уэс работает всегда по одним лекалам. Там были эти длинные общие кадры, и он просто складывал части композиции вместе. Я был на площадке все время, и Уэс говорил мне, «Эй, Уильям, хочешь быть в этом кадре?» Иногда мы работали над одним кадром целый день, репетировали его, и под конец дня снимали. А иногда снимали все с пары дублей. Это походило на театр. Раньше я говорил, что не снимаюсь в комедиях, но после этого фильма я не могу так сказать. Понимаете, этот мир, эти сцены, смотря на них в ретроспективе, я могу сказать, что это комедия. Самовлюбленный маньяк втянул нас в суицидальную миссию. Я слышу, что ты говоришь. Но считаю, ты судишь его неверно. Книга, которую ты использовала в своем исследовании, была о злых вещах, сделанных женщинами. Но ты прочитал ее как доказательство женского зла. Антихрист? Да, люблю этот фильм. Он говорит, о чем обычно молчат. Его часто отмечают за особую жестокость и извращенность, но в фильме заложено намного больше. С Ларсом каждый день это испытание. Каждый день шокирует и каждый день интересный. Когда ты работаешь над тяжелым мрачным фильмом, иногда он может преследовать тебя. Иногда это выходит за рамки, и ты начинаешь рассказывать черные шутки и смеяться над ними. Хаос. Рамит. Электричество включили? Спасибо, Бобби. Можете врубать свой телек, видак, кондиционер. Или что там у тебя? Хорошего дня! Люблю тебя, Бобби! И я тебя тоже! В проекте «Флорида» меня заинтересовал Шон Бейкер. Он такой искренний. Он знает, как делать то, что я очень люблю. Творить тем, что имеешь. Работать с людьми, которые не были актерами, было захватывающе. Шон создал мир, а они просто в нем существовали. Они не думали об игре. Я сам мог быть не актером, а просто менеджером отеля. В фильме были люди, которые жили жизнями, очень похожими на ту историю, что мы снимали. Люди, которые жили в этой ситуации, говорили нам, как сделать этот фильм. Так что, работая над этим фильмом, ты мог работать с парнем, который был поваром на прошлой неделе. Или с женщиной, которая, возможно, модель. Или с женщиной, которая 30 лет играет в пьесах Шекспира. У каждого был свой путь в этот фильм. И это мне нравится. Смысл был в том, чтобы привлечь больше клиентов, а не отпугнуть их. Снимай это, немедленно. Но выставка должна была быть еще две недели. Она закончилась. Сегодня. Довольно. Что вам в ней не нравится? На пороге вечности, прекрасная роль. Джулиан мой друг. Я был у него на студии, видел, как он рисует. У него очень особенный способ рассказа истории. Я знал, что получится не дерьмовый биопик, а наше представление о том, каким мог быть Винсент Ван Гог. В фильме много сцен, где я рисую. Дублера художника не было, так что нужно было научиться рисовать. А Джулиан многому меня обучил. Не только о рисовании, но и о том, как видеть вещи. Я чувствовал себя по-настоящему живым во время съемок. Парень с глазами светлыми, как у леди, пришел на эту скалу играть работягу. Ты смешишь меня своей фальшевой угрюмостью. Маяк? Вау. Роберт Йегерс. Я видел его ведьму. Я ничего не знал о фильме и подумал, вау. Это сделал настоящий творец. Он создал целый мир, а не отрывочный, зацикленный на себе фильм. Ты по-настоящему мог войти в этот мир. Я разыскал Роба, и мы пытались сделать вместе пару вещей, с которыми в итоге не сложилось. И вот однажды он сказал, вот оно, ты и Роб Паттинсон, что скажешь, да или нет? Это был очень прямой вопрос, и я сказал, конечно, да. В фильмах не часто приходится играть, используя формальную речь. Это интересный вызов. Как долго мы были на этой скале? Пять недель? Два дня? Помоги мне припомнить. Отпусти меня. Постойте, вы сказали Формоза, что это? Как я ищу Формоза? Вы сказали рабочая Формоза, что это значит? Боже, я сказал, они работают на Мозеса. Мозеса Рэдольфа. Я знал Эдварда Нортона. Мы оба нью-йоркцы. Он был на стадии постпродакшена, было уже поздновато. Когда он спросил меня в первый раз, я сказал, я не могу сняться в этом фильме. Я растил бороду для «Маяка», и я сказал, никто не носил бороду в 50-е. Из-за того, что я растил бороду для другого фильма, я не чувствовал полного посвящения, мотивации. На следующий день он позвонил и сказал, нет, я не думаю, что это будет проблемой. Мне понравилась эта настойчивость, и я сказал, окей, давай сделаем это. В итоге я сам был удивлен, как борода помогла в обособлении персонажей и сделала это подходящим для поистовования языком. Могу я угостить вас кофе? Я голоден. Можешь купить мне ужин? Я стараюсь не жить в прошлом и не думать слишком много о будущем. Можете звать меня хиппи. Что сказать? Будь здесь и сейчас, детка. Учись интуитивно, совершенствуйся и трудись над своим освобождением. Что вы сказали? Без любви? А, мне послышалось «Автобус любви». Я подумал, я что, снимался в фильме «Автобус любви»? Неплохое название.